Тема исследования, взятая за основу научно-практической конференции, многогранна и сложна. Мероприятию предшествовала кропотливая работа. За дело взялись научные сотрудники мемориального комплекса «Брестская крепость героя», преподаватели Брестского государственного технического университета, а также представители Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Соединить воедино все наработки, создать полноценную картину военных событий, привнести свое видение на отдельные фрагменты и повороты истории, чтобы дать почву для размышлений молодому поколению. Такова цель, которая и объединила организаторов конференции. Поставить или расставить какие-то акценты над какой-то проблемой – это тоже важно, чтобы заставить, может немножко взбудоражить умы ученых, исследователей, научных сотрудников. Эта тема серьезная. Порядка 20 участников представили свои научные работы в рамках конференции «Уроки истории. Первая мировая война». Среди них представители науки Бреста, а также исследователи из разных учреждений образования Беларуси. Столетие с начала боевых действий, годовщина, подтолкнувшая и вдохновившая знатоков истории исследовать разные стороны международного конфликта. Рассуждать на волнующую тему, звучащую отголоском в современных реалиях. В ходе конференции открылось немало любопытных фактов. Война длится до тех пор, пока не отдана честь последнему солдату, принимавшему в ней участие. И так складывается, что в нашем университете есть ребята, работающие в поисковых отрядах. И вот совсем недавно, это тоже освещалось прессой, в Пинском районе было перезахоронение как раз-таки безымянных солдат русской армии, которые погибли в годы Первой мировой войны. Поэтому вот эта трагедия, она еще не утратила своей актуальности, тем более, что мы видим, происходит много бурных событий в современном мире, и не всегда удается договориться конфликтующим сторонам. Поэтому, конечно же, сохранение мира, тема мира, она не теряет актуальности. Хорошим дополнением к научному мероприятию стало открытие выставки «Карбышев. Верность, честь, подвиг». Приуроченная к 135-летию Героя Советского Союза экспозиция рассказывает о жизни русского солдата во время Первой мировой войны. Фотографии, документы, рукописные научные работы, письма из коллекции дочери Дмитрия Карбышева и переданы ею в 50-60-е годы 20-го века в музейные архивы страны «Ценные экспонаты», которые пополнили фонд мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Примечательно то, что жизненный путь Дмитрия Карбышева связан с историей города над Бугом. С 1911 по 1914 год он жил здесь, в нашем городе Бресте. На выставке также представлена фотография дома, где жила семья Карбышева в этот период времени. Он многое сделал для Брестской крепости. Он разработал планы строительства форт Литтеры и участвовал в реконструкции форта номер 7. Тема войны и мира не может стоять в стороне от человека. Извлекая руки из прошлого, можно избежать ошибок в будущем.